Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня на библейском портале экзегет мы завершаем чтение и рассмотрение Первого соборного послания апостола Петра. У нас пятая, в общем-то, небольшая глава. И святой апостол Петр, вот он после описания огненных искушений, огненных страданий, которые приходится терпеть христианам, он обращается тоже с неким таким вот пожеланием, призывом. Но что именно он пишет? Он обращается прежде всего к священнослужителям. «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». То есть вот он обращается к пастырям. В каждой церковной общине уже были пастыри-священнослужители, священники. По-гречески там буквально пресвитеры написаны, то есть вот те уже духовнозрелые христиане, которые действительно способны были пасти стадо Божие, предстоять пред Богом и ходатайствовать о людях. И вот в каждой церковной общине пастыри. И апостол Петр тоже, он обращается, причем поглядите, вот скажем у католиков, у них же римский папа, это вообще чуть ли там не глава мира, да, но глава церкви, он наместник Бога на земле, ни много ни мало, он там преемник князя апостолов, и Петр называется в римской церкви князем апостолов. А тут сам апостол Петр, он как говорит, что я всего лишь сопастырь, я ваш сопастырь, да, то есть вы пастыри, и я обращаюсь к вам, но я сопастырь, я такой же пастырь, как и вы, потому что та же самая благодать ему дана, и как через Петра отпускались грехи, да, или совершалось Петром таинство Евхаристии, так и через другого апостола, и через любого священнослужителя точно так же отпускаются грехи, совершается таинство Евхаристии, любые другие таинства. И вот он не требует, не приказывает, а он говорит, умоляю я сопастырь и свидетель страданий христовых. Вот какое удивительное дело, да, то есть, ну действительно, Петр, несмотря на его такие вот колебания, некоторую неустойчивость, все-таки он был свидетелем страданий христовых, и все служение христово, оно сопровождалось постоянными гонениями со стороны иудейских властей, люди не принимали бедствия, бедствия и, в конце концов, осуждения, распятие на смерти. Петр, он свидетель страданий христовых, и он сам тоже соучастник этих страданий, потому что он в своем апостольском служении проходил тоже множество вот этих тягостей, страданий тоже, гонений, различных притеснений, но он говорит, что он и соучастник в славе, которая должна открыться, он видел славу воскресшего Христа. Он познал славу, благодати Святого Духа, когда в 50-й день Святой Дух сошел на апостолов и так их преобразил, что они уже ничего не боялись. И Петр в своей первой проповеди обращает уже 3000 человек, потом обращается 5000 человек и так дальше. Вот слава Христова, то есть причастность вот этой благодати Божией, и она должна открыться всем. И в этом свидетельство Церкви, что все, кто принимают Христа, кто готовы потерпеть ради Христа, ибо Христос потерпел ради нас, все тоже приобщаются к этой славе. А вот что же именно Петр говорит, как он обращается к пастырям? «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». То есть вот такое очень простое, доброе, искреннее обращение к таким же священнослужителям, каким был и сам Петр, что вы пасите Божие стадо, но делайте это непринужденно, не так, что вот вас там заставили отбывать какую-то повинность, но охотно и богоугодно. Священный сан, он может приниматься только по великой любви к Богу и по великой любви к людям. И потому что ты действительно хочешь, чтобы другие люди пришли к Богу, чтобы они тоже приобщались с божественной благодатью. Такое сердечное отношение – это самое правильное, если принимать священный сан. И вот он и говорит, что пастырь, он что? Он не должен из какой-то постыдной корысти совершать свои службы. В общем-то, некоторые люди, они вот так вот тоже смущаются, что вот, надо там за что-то платить. На самом деле нет. Вообще можно кошелек оставлять дома, идти в храм абсолютно без денег, без банковской карты, вообще ничего не надо. Главное – приди. Вот ты пришел в церковь, ты с искренним сердцем молишься, и для священника это уже самая главная награда, что люди в храме, что не просто вот свечки стоят на подсвечниках, а что сами люди, как живые огоньки, горят своей молитвой, своей верой пред Богом. Вот что важно. А, ну, материальная сторона, она может быть важна, но она далеко не главная, вторичная, может быть, даже там на каком-то двадцатом месте. Самое главное – ты вот иди в храм и не думай вообще о деньгах, потому что для подлинного священнослужителя важна твоя искренность молитвы. Вот когда все вместе молятся, когда никто не грызет друг друга в храме, когда никаких сплетен, никто не злословит никого, не прогоняет пришедших, наоборот, с любовью подсказывает, вот что дорого для священника, вот дай Господь нам этому следовать. И священник, да, он не для гнусной корысти. Вот если, я так скажу, что если священник думает о каком-то специальном заработке, сколько он там получит за счет треба какой-нибудь, либо за счет там молебнов, то все его служение это будет сплошное внутреннее мучение, потому что вот эти мысли, они не дадут ему покоя. А если он любит молитву, то он понимает, что каждый раз, вот попросили его, допустим, соборовать больного, но он же сам тоже лично молится Богу. При этом он возносит Господу молитву, он вообще не с Богом. И это уже самое главное, это уже питает внутренний священника. И, может быть, целый день он совершает какие-то требы, приходит домой уставший, у него нет возможности уже от бессилия прочитать вечерние молитвы, но он весь день молился. Он весь день совершал вот эти вот молитвы от искреннего, чистого сердца. То есть весь день его проходит в таком служении Богу. И даже лица таких священников, вот есть у меня такие знакомые, одно дело, когда мы учились в семинарии, а потом лет через двадцать смотришь, они уже преображенные, умиротворенные, потому что они пребывают в искреннем служении, совершают это не для гнусной корысти, но из усердия. Еще он, что важное говорит, «и не господствую над наследием Божиим, но подавая пример стаду». То есть в церкви нет вот таких властвований, как в миру, да, никто никаких приказов не отдает, есть понятие благословения, да, послушания, но все это должно руководствоваться любовью, тоже искренним сердцем, в котором живет любовь. И, собственно говоря, сам священник, он и служит своей пастве, он всего себя отдает. Иногда, кстати, люди этого не замечают, что священник отдает фактически себя на растерзание пастве, на все нужды растрачивает полностью свое здоровье. И люди зачастую немножко так вот потребительски относятся и не замечают его жертвенности. Но священник что? Он служит Богу, священство — это крест, а с креста не сходит, с креста только снимают, когда ты верен Господу до конца. Так вот, подавая пример стаду, говорит апостол Петр, и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. То есть Христос — это пастырь и начальник. Вот есть Христос, за ним пастыри идут, среди которых, как главный пастырь, сам Христос. И служение священника — это служение Христова. А дальше уже все, кто в церкви, миряне, и всем будет неувядающий венец славы за искренность такого служения. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. В данном случае речь идет не о возрасте, а именно о иерархических таких отношениях, что младшие — это те, которые, ну это миряне, которые должны, конечно же, не спорить, не прикословить, не качать свои права, а пребывать в гармонии. Вот представьте, это святой Игнатий Богоносец, он сравнивал церковную общину с таким хором, где все голоса, они гармоничны друг к другу. И вот представьте, что какой-нибудь один голос, один поющий, он не будет слушаться дирижера или регента, если в церковном хоре, а будет выпячивать себя и наперекор всем что-то свое петь. Вот что получится? Будет полный диссонанс. Поэтому надо все-таки понимать, что мы стремимся к взаимной гармонии. Для этого, конечно же, нужно послушание. Все же, подчиняясь друг другу, вот они ключевые слова, не искать, чтобы кого-то себе подчинить, а самому послужить другому. Вот как это делал преподобный Сергий Радонежский, который, когда к нему стали собираться ученики, то он сам многим из них, для них строил кельи. А это очень тяжело. В то время не было таких электроинструментов, невозможно было где-то приобрести какой-то брус, а нужно было самому срубить эти сосны, самому обтесать. Пил, кстати, тоже не было. Топорами трудились, какими-то небольшими еще железными инструментами, обтачивали сосны. И все это очень-очень непросто. Вручную, вот знакомые мои, они сами делали дом, и всего лишь одно бревно можно было за день подготовить. И представьте, что преподобный Сергий, вот он, там сказано так, что он три или четыре кельи выстроил сам для других, кому-то строил еще сени для кельи. И он всегда себя считал, ставил именно ниже других и всячески сторонился от того, чтобы его считали игуменом, ну, чтобы его считали каким-то, ну, здесь великим человеком. То есть он всем служил, и поэтому преподобный Сергий называется игуменом всей Руси. То есть как бы он во главе других преподобных. Действительно, с него пошло такое возрождение святости на Руси. И это вот пример, это исполнение как раз слов апостола Петра «Все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием». Вот в чем дело. А смиренно мудрие – это подлинная красота души. И, как говорит апостол Петр, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Конечно, здесь цитируется еще из Ветхого Завета, из книга «Премудрости», если я не ошибаюсь, да, царя Соломона. И там уже эти слова были, но они настолько были усвоены апостолом Петром, что он по памяти их произносит, произносит их как свои слова «Облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Ну, собственно говоря, если вникнуть, это вот гордые противятся Богу. Господь, Он готов всех принять. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Он благотворит и тем, кто благословляет Бога, и тем, кто проклинает Его. Но благотворяя им, Господь ожидает их покаянного обращения. А вот гордые люди, они противятся Богу, они сами становятся противниками и в этом смысле оказываются отверженными. А смиренные обретают особую благодать, потому что смиренные люди – это люди, обращенные к Богу, и в их сердцах, собственно говоря, и сияет Божья благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. То есть даже если посылаются какие-то тяжелые испытания от Бога, кажется, что промысел Божий, он очень жесток, рука Божия крепкая, то смиритесь, да вознесет вас в свое время. И еще важное такое правило – все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Это действительно такое удивительное дело. Часто мы мучаемся от своих собственных помыслов. Что будет завтра? Что случится на работе? А как же мы проживем следующий месяц? А где взять еще деньги? И в голове такого человека, вот как пчелы или осы, рой ос, которые жужжат, жужжат, иногда еще сжалят тебя и отравляют все твое существо, вот что такое наши беспокойные помыслы. Они нас отравляют. И святые отцы в согласии с апостолом Петром, они говорят, что ты выкини с головы все мысли. Вот ты просто делай, что тебе можно делать, на что ты способен, а все остальное ты возложи на Бога. И что нужно, Господь тебе подаст. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Потому что, когда Богу угодно, Он может подать тебе все, что хочешь. Ты даже, может быть, будешь лежать на кровати, но если ты молишься, ну, бывает так, что человек, допустим, по болезни лежит на кровати и молится, и неожиданно к нему приходит помощь. И бывают вообще случаи удивительные, вот как это со святой Евдокией, царица, она жена византийского императора Феодосия Младшего, которая, она вообще была, конечно, из языческой семьи. И когда умер ее отец, то братья оставили ее без наследства. И потом она обратилась за помощью, ну, она даже не искала, в общем-то, какой-то о карьере своей будущей не думала, но обратилась за помощью, ей помогли встретить с сестрой императора, а та неожиданно увидела, что какая красивая, умная девушка, и предложила ей, и, в общем, ее представила как невесту для своего брата. И таким образом, сестра императора Феодосия, сестру звали Пульхерия, она вот эту девушку Евдокию, она женила на своем брате, и Евдокия стала императрицей. То есть Господь может из самого низа возвести к самому верху за счет удивительного своего промысла. Поэтому мы, христиане, тем более должны возлагать упование на Бога, потому что Он печется о нас. Ну, есть еще, конечно, реалии нашей духовной жизни, всякие искушения, и апостол Петр говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Львы чем обычно заняты? Они ищут добычу, да, когда они ее находят, нападают, растерзывают, этим питаются. Вот дьявол, он тоже ищет некую добычу, если ты пребываешь в беспечности. Если ты перестал молиться, и говоришь, вот как хорошо у меня на душе, поэтому я отдохну, и на какое-то время забуду про молитву, то очень быстро дьявол найдет какой-то способ увлечь тебя во грех, подкинет какие-то помыслы, и быстро разрушит твой внутренний мир. Поэтому мы призваны трезвиться, бодрствовать. Вот как говорят еще в Древнем Патерике, вот кто-то из отцов говорил, что вот если котел раскален на огне, то к нему не прикоснется там ни одна муха, не сядет со своими бактериями. А вот если котел остыл, то туда сразу всякие вот мошки, паразиты налазят, вот налетают, и котел становится грязным. Вот то же самое, когда мы молимся, то душа, она как раскаленный котел, потому что она причастна уже вот этому, во-первых, сама молитва согревает душу, и Господь благодатью хранит такого человека. И лишние искушения, помыслы отступают. А если мы остываем в своих молитвах, если мы оскудеваем в своем внутреннем подвиге, подвиг — это, собственно, стремление к Богу с отсечением греховных мыслей, с работы внутренней над собой, вот если мы остываем, то то же самое, как вот этот остывший котел, и на него приземлится любая там муха заразная, муха ци-цэ, какая хочешь, и то же самое бесы, которые подбрасывают нам свои помыслы, если мы перестали трезвиться и бодрствовать. А дьявол, он как лев, но вот есть такое интересное наблюдение, что вот, ну, к нам это, может быть, не очень относится, но те, кто бывают в Африке, действительно, если вдруг выскочил лев, то не надо бежать от него, не нужно тут же куда-то прятаться, потому что лев, он тут же увидит в тебе поведение добычи, да, то есть ты начинаешь убегать, значит, за тобой надо гнаться, а вот те, кто просто спокойно стоят, смотрят, как правило, львы не набрасываются, ну, если особенно молиться при этом. Вот то же самое, кстати, и дьявол, если мы заранее начинаем бояться его и там бегать, прятаться в какие-то свои там страхи, то он искушать будет еще больше и больше, какие-то вот помыслы подбрасывать, а нужна активность, нужна такая сильная позиция христианина, потому что с нами сам Господь, он печется о нас, сказал апостол Петр, поэтому трезвитесь, бодрствуйте и спокойно молитесь Богу, противостойте ему, то есть дьяволу, твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть по всему миру, конечно же, дьявол искушает людей, по всему миру происходят какие-то беды, и мы не должны молодушествовать, а просто довериться Богу. И говорит апостол Петр, Бог же всякой благодати, то есть Господь, Он есть Бог, Он царь всякого благодатного дара. И дара чистого сердца, и дара мудрости. Вот как преподобный Антоний Великий, который не учился вообще грамоте, но отличался удивительной мудрости, что к нему приходили даже языческие философы побеседовать. Почему так? Потому что наш Бог есть Бог всякой благодати, Он Бог всякого дара, и верным Ему людям Он эти дары подает. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, то есть страдания кратковременные, они будут иметь конец, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. И далее апостол Петр немножко приоткрывает способ, посредством которого он написал это послание. Мы читаем. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая свидетельствия, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Вот оказывается, апостол Петр не сам лично написал это послание, а у него был помощник, некий Силуан. Понятно, что он был христианин. В чем тут дело? Дело в том, что Петр все-таки он из простых рыбаков, и вряд ли он отличался таким вот красноречием, векистом, способностью как-то высоко, литературно излагать свои мысли. И, как считают, в общем-то, исследователи, он пользовался услугами своего помощника по имени Силуан, который помогал правильно на бумаге оформлять мысли апостола Петра. То есть, идейно, и каждая мысль, которую мы озвучили, это все действительно апостол Петр, ну, а литературно, вероятно, оформил ученик его Силуан. И в этом тоже сказалась благодать Божия. «Приветствует вас избранная подобно вам церковь Вавилоне и Марк – сын мой». Марк – сын мой, сын духовно, вот как апостол Павел говорил, «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть, те, кого ты обратил ко Христу, кто тоже стал причастником благодати Божией, вот они становятся как бы духовными детьми такого духовного отца. И Марк, в данном случае, это, согласно представлениям всех толкователей, святых отцов, это евангелист Марк, который вначале был вместе с Павлом в первом путешествии, соучаствовал вместе с Варнавой, потом он вместе с Варнавой проповедовал, и затем он вместе с апостолом Петром слушал апостола Петра, и считается так, что Евангелие от Марка, оно во многом опирается на слова Петра, вот как апостол Петр рассказывал о Христе. Петр проповедовал, в частности, римским христианам, и Марк записал проповедь Петра, систематизировал, изложил, как Евангелие, которое известно нам как Евангелие от Марка. А церковь в Вавилоне, церковь понятна, а Вавилон что? Собственно, Вавилон к этому времени находился уже в руинах, давно в руинах. Это такое образное указание на город Рим, как некий такой новый Вавилон, потому что Рим ничуть не отличался нравственностью сравнительно с древним Вавилоном. Тоже шли там вот эти страстные такие всякие построения вот этой Вавилонской башни, гордыня человеческая. И Петр уже находился в Риме. Он там вместе с христианами, то есть это римская церковь, и вместе вот с Марком они приветствуют тех, кому пишут это послание. «Приветствуйте друг друга лапзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе, аминь». Вот как сам воскреший Спаситель, явившись ученикам, сказал «мир вам», вот так и апостол Петр это приветствие мира во Христе Иисусе, во Христе воскрешем, предпосылает всем христианам и призывает искренне приветствовать друг друга. Ну, действительно, при встрече можно и обняться, и поцеловать нашего ближнего, но самое главное, чтобы это было выражением любви. Вот дай Господь, чтобы и мы хранили эту искреннюю любовь в наших сердцах. На этом мы завершили читать и рассматривать первое соборное послание апостола Петра. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok